Детали Архангельска 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 Архангельский джаз имеет свой сильный голос, имеет свое слово, если можно так сказать, на всероссийском уровне, на уровне России. Вы тоже музыкант, вы тоже играете, и джаз в том числе. Для вас что первостепенно? Импровизация на сцене? Свои собственные какие-то сочинения? Или вы предпочитаете играть вот уже устоявшийся такой мейстрим, да? Я предпочитаю ту музыку, которая идет от сердца. Для меня очень важно, что я могу предоставить свою собственную музыку, мой собственный голос, мой собственный джаз. Это не стиль, это личность. Это с моей точки зрения. Что касается моей личности, слушайте ее, я ее представляю в музыке. Хорошо, но у нас есть шанс послушать. У нас есть небольшая запись, которую предлагаю сейчас увидеть. КОНЕЦ Ну вот, если бы вы встретили вот таких великих музыкантов прошлого, вы бы схватили их за руку и сказали, боже мой, какое счастье вас встретить. И научите меня, вот что бы попросили, чему бы вы у них научились, например. Что можно у них еще взять и использовать сейчас? Я бы очень хотел встретить Дюка Эллингтона и узнать, каким образом он мыслит. Он никогда не писал музыки для тромбона, или для трубы, или для саксофона. Он писал эту музыку для человека. Имя музыканта было написано вместо, ну как мы пишем, партии трубы. Вместо этого Дюк Эллингтон писал имя человека, для которого она предназначалась. Я бы очень хотел выпить с ним чашку чая и поговорить. Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы, ну не последний человек, так скажем, в том, что вот продвигается такая взаимосвязь джаза в Баренц-регионе. А вам лично джаз близок, или вы предпочитаете более какую-то такую мере импровизиционную, что ли, музыку? И может быть что-то находите в джаз для себя, вот такие нотки? Нет, я считаю себя фанатом джаза. Я никогда не занимался музыкой профессионально, но тем не менее на джаз, извините за выражение, запал еще в ранней юности. Я думаю, что я не буду оригинальным, если скажу, что Владимир Петрович Резицкий, он дал такой импульс на развитие архангельского джаза и создал целую армию любителей джаза в Архангельске. И очень хорошо, что эта музыка у Резицкого, она была сложная музыка, она была многоплановая, глубокая музыка. И очень хорошо, что мы начали слушать джаз именно с Резицкого, потому что то, что последовало после знакомства с джазом, это уже было легче, это уже ложилось на душу и на сердце, и благодаря Резицкому мы открыли много новых имен. Но не только Резицкий, конечно. Я помню, когда я был еще школьником, мне в руки попалась совершенно гениальная пластинка, был такой оркестр Гораньяна «Мелодия», помните? У них была совершенно шикарная пластинка, где был крутейший джаз-рок. Я, который в то время увлекался тяжелым роком, я понял, что в джазе тоже можно найти жесткие мелодии, какие-то композиции, глубокую энергетику, которую мы искали в Дипёку, в Юрайке и тому подобное. Ну а фанатам джаза я стал, я думаю, что в 78-м году, когда к нам приехал Арсенал, а потом последовало, фестивали джаза, начало 80-х годов. Я считаю себя любителем джаза. Это не случайно. Это совершенно не случайно. Поэтому, когда мы повстречались и познакомились с Туровым, с Владимиром Казимировичем, и он высказал свои идеи сотрудничества с норвежским музыкантом, я достаточно рьяно занялся этим проектом. У нас все очень хорошо получилось. А вот скажите, Павел, у вас все-таки многое есть туда-обратно, да? Вы называете, можете сравнивать джаза Норвегии, джаза России. Это сложно, вот с точки зрения обычного бывателя, слушателя, вы сидите и слушаете. Это одинаковый джаз или все-таки это совершенно разное восприятие, разная подача, разные вообще мысли о джазе какой он? Я думаю, что одинакового джаза, конечно же, быть не может. Но мне кажется, что, в общем, на севере существует некое общее культурное пространство, некая общая атмосфера. И поэтому я думаю, что северо-норвежский джаз и архангельский джаз, они, в общем, близки, они интеллектуальные, они глубокие, они, может быть, не слишком экспрессивные. Многие, может быть, назовут их чуть-чуть холодными или прохладными, но они близки по интонации, по саунду. Может быть, поэтому Харальд и Туров, другие архангельские партнеры, нашли взаимопонимание, и у них так активно развивается это сотрудничество. Ну вот, если говорить, например, может быть, к Харальду вопрос. Если в России, вообще еще в Советском Союзе, джаз был таким символом, что ли, свободы, да? Очень много разных шуток ходило. Сегодня ты играешь джаз, завтра родину продашь. То, конечно, в Норвегии он имеет совершенно другую историю, да? И хотелось бы узнать, что для норвежца джаз? Это очень большой вопрос. На самом деле, это символ свободы в разных ее проявлениях. Это символ индивидуальной свободы. С 80-х годов в Норвегии дискотеки были крайне популярными, и это было неким таким разделительным, разделительной линией. Диско, джаз, рок. Это джаз, это вот очень такая идентичность личная. Сейчас идентичность все более и более растворяется в этом огромном мире. Молодые люди, они покупают записи джаза и диско, различных направлений музыки. В любом случае, это символ свободы. Именно из-за своей индивидуальности, из-за своей индивидуальной музыки. И то же самое можно сказать по отношению к коллективу. Это демократия. Ну, на этой вот высокой ноте, к сожалению, мы должны закончить. Время неумолимо бежать вперед. Но я хочу сказать, что, наверное, вот такое взаимоотношение, взаимообмен и проникновение, оно может быть даже и важнее, чем, например, может быть, вкладывать деньги в нефть, газ, да. Но вкладывать деньги в культуру и в ресурсы иногда оказывается более выгодно, потому что музыка, она ведь без границ, она действительно по-настоящему объединяет. Спасибо и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова